Уважаемые дамы и господа, я приветствую вас из Санкт-Петербурга, из отеля Астория. Сейчас отель Астория является центром сосредоточения большого количества гостей, которые приезжают к предстоящему мероприятию свадьбы великого князя Георгия Михайловича. Она состоится уже через один день в Исаакиевском соборе. Это будет венчание в старых традициях, и, конечно же, очень многие представители царствующих фамилий сегодня уже прибыли в Санкт-Петербург в их числе. Прежде всего, это мать Георгия Михайловича, великая княгиня Мария Владимировна. Она приехала вместе со своей сестрой Еленой Багратион. Она носит титул графини Двинской. Именно такой титул пожаловал ей великий князь Владимир Кириллович. Дело все в том, что великий князь Владимир Кириллович женился на княжне Леониде Георгиевне Багратион Мухаранской. Она происходит из грузинского царского дома. Она была в первом браке еще до Владимира Кирилловича с американским бизнесменом. И именно от него она родила дочь Елену. И именно она сейчас, в буквальном смысле вы можете наблюдать, вместе со своими родственниками, также пребывает в отеле Астория и готовится к предстоящему мероприятию. И вообще хочу обратить ваше внимание на то, что великая княгиня Мария Владимировна, ее сводная сестра, Елена, достаточно редко появляются вместе, но поскольку очень такой торжественный повод, а именно это предстоящее венчание великого князя Георгия Михайловича, две сестры объединились, несмотря на то, что, казалось бы, какие-то определенные могут быть семейные противоречия, которые мешают такой тесной дружбе между сестрами. Тем не менее, это праздник, это праздник, и в преддверии этого праздника сегодня уже в Петербург прибыл царь Болгарии Семен II. Это последний царь Болгарии, который был таковым до 1946 года. Ему сейчас уже более 80 лет, и он прибыл вместе со своей невесткой, принцессой Мириам, и с внуком, принцем Борисом, который является его наследником. Также сегодня в Петербург прибыл наследный принц династии албанских правителей, глава Королевского дома Албании, принц Лека Золгу, вместе со своей супругой-принцессой Элей. Также сегодня прибыл эрцгерцог Австрии, и эрцгерцог Тосканы, и принц Венгрии Максимилиан. И также прибывает принцесса Дезире фон Пройсен, это прусская принцесса, она является сводной сестрой отца великого князя Георгия Михайловича. Она жила на протяжении очень долгого времени в Латинской Америке, и ее супруг появляется послом одной из латиноамериканских стран в Соединенном Королевстве. То есть прибывают гости действительно очень высокопоставленные, и я сегодня наблюдал за тем, как в Международном аэропорте Пулково представители Великой княгини Марии Владимировны, Георгия Михайловича Великого князя и ее сына встречали многочисленные делегации, которые приезжают в Санкт-Петербург для предстоящего события. Конечно, это историческое событие для дома Романовых. Можно относиться абсолютно по-разному к тому, что сегодня происходит. Могут быть различные придирки относительно того, кто является кем во фамилии Романовых, и я, надо сказать, действительно встречаю комментарии на своем YouTube-канале, весьма неоднозначные, связанные с фигурой Георгия Михайловича и с его матерью Марии Владимировной. Но я как историк хочу вам сказать, что, к большому сожалению, но фамилия Романовых больше не имеет никаких других представителей, которые были бы так тесно связаны именно с царской семьей Николая II. Это самые близкие родственники для семьи Николая II, сохранившие православную веру, русский язык, постоянно приезжающие в Россию. Да, безусловно, их происхождение не может отвечать всем строгим династическим требованиям, которые были еще зафиксированы в 1797 году в династическом законодательстве императора Павла I, но ни один другой ныне живущий Романов столь тесно с семьей своих именно предков, с фамилией своих предков не связан, как они. И такое большое количество представителей царствующих домов Европы, и не только Европы, но и всего мира, сами делайте вы, приехали бы, если бы какой-то другой представитель фамилии Романовых, а именно потомок императорской фамилии, еще той, которая была до 1917 года, сегодня бы заключал брак. Поэтому делайте выводы сами. Если представители королевских царствующих фамилий не только Европы, но и всего мира приезжают сейчас в Санкт-Петербург для того, чтобы присутствовать на этом мероприятии, значит, все-таки фигура великого князя Георгия Михайловича и его матери, великая княгиня Мария Владимировна. Уважаемо и действительно с ними поддерживаются контакты на официальном уровне. Среди гостей будут представители фамилии французских принцев Мюрат, также это будут еще и многочисленные представители католических фамилий. Кстати, вот в буквальном смысле уже завтра прибывает глава королевской фамилии, сын главы королевской фамилии Италии, принц Эммануэль Телиберто, и также его кузен Аймоне, герцог Аоцкий, он прибывает вместе со своей супругой-принцессой Ольгой, являющейся врожденной греческой принцессой. И надо сказать, что некоторые гости говорят на русском языке, вот в частности тот же самый герцог Аоцкий, который завтра также прибывает в Санкт-Петербург. Он на протяжении уже более чем 10 лет живет и работает в Москве, он хорошо владеет русским языком, и поэтому в этом смысле это, конечно, очень большое, такое, я бы сказал, редкое исключение среди представителей царствующей фамилии Европы, которые могут сегодня, будучи в Санкт-Петербурге, общаться на русском языке с теми людьми, которые сегодня могут им встретиться. Дело все в том, что я сегодня сам оказался в числе тех людей, которые встретил совершенно случайно, гуляющего на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, главу королевской фамилии Албании, принца Леко Зогу. Поэтому, если кто-нибудь из вас, мои уважаемые подписчики, слушатели, сейчас находится в Санкт-Петербурге, у вас есть сейчас абсолютно редкая возможность, гуляя по этим прекрасным, абсолютно старинным улицам, по проспектам, наслаждаясь этой всей архитектурной изысканностью, вот так абсолютно невзначай встретить настоящего принца, настоящего главу королевской фамилии или настоящую принцессу. Поэтому все в ваших руках. Спасибо вам за внимание и до новых встреч, до новых новостей на моем YouTube-канале. Спасибо вам за внимание.